Всех приветствую, с вами я, Векан Христолюб. Мы с вами продолжаем тему восхищения Церкви вообще, в частности, обличения, лжеучения о ее восхищении до великой скорби. На своем сегодня второе видео. Первое вы найдете в одноименном плейлисте «Восхищение Церкви до великой скорби», который я уже записал. Основанием для предыдущего видео явился комментарий моего брата во Христе Олега под моим видео, по каким целям будут наноситься ядерные удары вследствие всех событий, всем, я думаю, известных в мире происходящих. Это расистская агрессия против украинского народа и развязывание расистами во главе с Путлером Третьей мировой войны по всему лицу Земли. Ну и Олег мне написал, я позволю сказать утешение, Церковь будет забрана до великой скорби с Земли. Кто останется, им будет нелегко. Я Олегу ответил, что это ложь протестантизма. Церковь Христова будет встречать его во время Второго пришествия. Об этом говорил Иисус и его ученики. Я записал это первое видео, которое вы найдете на моем канале, на котором вы смотрите это видео. Христалю про оптику пищевую в пустыне Вегана. На канале есть во вкладке плейлисты раздел Апокалипсис, Второе откровение на Богослово о последних временах. И в частности я сделал отдельный, выделил плейлист Восхищение церкви до великой скорби. Сейчас вот там одно видео, которое я записал предыдущее. Сегодня идет у нас второе видео. Всего будет пока три. Может быть потом будет больше. Первое видео я и записал в ответ на комментарий Олега. И когда записал, зашел в комментарии, хотел и тут оставить ему ссылку на это видео. Ну и всем, кто может быть читает эти комментарии, увидит мой ответ и перейдет тоже по ссылке. Но пока я записал это видео и перешел в комментарии, Я увидел, что Олег написал мне еще несколько комментариев Он мне пишет А можно сослаться на место в Писании? Хочу проверить Ну, я хоть и не видел этого комментария Уже записал это видео Первое, под номером один Восхищение Церкви Великой Скорби Оно трехчасовое Ну, кто желает познать истину Тот, я уверен, его посмотрит Там я последовательно показываю Говорю о критериях познания И показываю в Писании Книгу откровения мы бегло Но последовательно, по основным моментам Пробегаемся, чтобы увидеть Когда это восхищение Со вторым пришествием происходит На этот вопрос я ответил И дальше Олег пишет А вот я вот проанализировал Это видео Там целая серия Можешь и другие глянуть Мне показалось убедительным Где я ошибся тогда И дает ссылку Если можно, скинь свое Где эту тему ты раскрывал Ну, я Олегу уже отвечаю Олег, вот мой ответ И я даю ему ссылку на первое видео О восхищении Церкви Записал это трехчасовое видео На следующий день после твоего комментария Более поздних вот этих комментариев После моего тебе текста в ответ Я еще не видел Ну, вот этого моего второго комментария Что это ложь протестантизма А потому апелляции И вообще вот разбора этих видео Что он не сбросил на канал Сейчас мы о нем поговорим Некого Евгения Денисенко Поэтому апелляции к тому видео В этом видео не будет Но я хорошо знаком с протестантской ложью По этому вопросу И в своем Ой, я тут комментарий не раскрыл Ну, там я написал Что я и так в том видео В принципе достаточно раскрыл Кто захочет От начала до конца Трехчасовое видео посмотрит И имеющие уши увидит И имеющие глаза услышит И я потом Олегу еще дописал Позже я сделаю подробный разнос Всех этих доказательств А почему разнос? Почему доказательств? Потому что переходя на Ну, на это видео А потом, естественно, через видео на канал Я попал на канал Некого Евгения Денисенко Мы можем зайти, кстати Во вкладку о канале И прочитать Авторский канал Евгения Денисенко На котором освещаются Острые темы С новостями И библейскими аналитиками Происходящих в мире явлений И событий Которым дается библейская оценка На канале Вы не увидите крайностей И притянутых за уши фактов Целью нагнетания Всеобщей истерии И паники С целью увеличения числа Подписчиков и просмотров Вам представляются факты Аналитика Которая Заставит волноваться Тем самым Не притупляя бдительность Всем происходящим событиям В мире церкви Предоставляется библейская оценка С позиции писаний Здравого смысла Цель канала Побудить бдительность В последнее время Которая Выпала На долю Современного человечества Дьявол настолько Осмелел И обнаглел Что то Что считалось аморальным И беззаконием Сегодня Пропагандируется Как современный Образ жизни Поэтому смотрите Мои видео И делайте выведы Время сна Закончилось Бодрствуйте Или пробуждайтесь Об этом Как бы речь Шапочка ушла Кто знает Сейчас все блокирует Эти хостинги Ну вы ее видели Да Вот Ну больше ее не будет Ну и ладно Шапочку мы уберем Тогда Звинем У Евгения Почти 17 тысяч подписчиков Последнее видео Набирает очень много Просмотров Вы знаете Я видите Как я всегда Очень глубоко изучаю Это я Кстати вот для чего Я всегда делаю это видео Казалось бы Ролик посвящен Восхищению Да Надо покороче Сжать все Вот у того же самого Евгения Посмотрите какие у нее видео Ну классический формат Ютуба говорят Это 10 минут У него Он старается В это вкладываться Да у нее есть Вот где-то ролик Вот я вижу 1 час 53 Апокалипсис Злодами художника Я не смотрел Но просто вижу По времени Но в основном Мы видим это От 5 даже До там 15 минут А в среднем 10 минут И как видите Канал был создан Год назад Буквально А те видео Которые мы с вами Сегодня будем разбирать Они буквально Свеженькие Это вот 10 дней назад От сегодняшней даты Это 3 октября 2002 года Сейчас мы видео будем Ну видео мы открывать Не будем В общем они там 14-го Что-то 16-го Такого Сентября То есть они оказались Буквально вот Свеженькие Вести он Началось с сентября 2021 года Вот Вот год прошел Видите как человек Развивается Вот последний Вот этот ролик Которым сегодня будем Сегодня будем Разбирать Ролик Ожидает ли церковь Ожидает ли церковь Великую скорбь 16 тысяч просмотров А в следующем видео Будет Ролик называется 28 доказательств Восхищения Церкви до скорби 27 тысяч подписчиков Да Ну вот следующий ролик Уже 72 тысяч подписчиков Ну в общем Евгения смотрит Да Не то что христолюбца Да Ну вот И мы с вами Давайте Я Так как Ютуб все таки Я не люблю Такие вещи Вот я не буду Включать его видео Хоть сейчас вроде как Можно там Какие-то маленькие эти Я сделал стенограммы Я Во-первых Я вот смотрите Еще раз То есть мы прочитали С вами о канале Я не знаю Кто такой Евгений Денисенко Я с ним Лично не знаком Да Я ему кстати Написал письмо Это тоже важно Я всегда в себе Показываю пример Тоже Как я общаюсь Многие меня Журят Что я там Никого не слушаю Или ни с кем Не общаюсь Ну я имею Такие там Кто знает Беседы Дебаты Споры И наоборот В духе В одном Я разное выкладываю Вот вам скрин С моего Отправленного письма На его почту У него нет Социальности Есть в фейсбук Но вы знаете Сейчас на территории России Все заблокировано Я этого зайти даже не могу У меня пока нет Никаких впн Вот Я ему написал Почта есть В телеграме Ничего у него нет Никих мессенджер Я не нашел Кто знает У меня все Есть все Где можно Я представлен То есть Меня найти легко Со мной связаться Я написал ему на почту Мне тоже многие пишут на почту Ну многие кто пишет Да И я отвечаю Я написал Жень привет Можно с тобой связаться По скайпу И поговорить о вознесении У меня есть вопросы Я хотел бы их выяснить Спасибо У меня всегда есть Такая подпись В почтовом ящике Можно сделать Христианин Кузнецов Дмитрий Ученик Господа Мого Бога нашего Исуса Христа Последний проповедник И учение О любви человек к человеку Всему и Богу созданного Ну это у меня везде Вы знаете И в каналах Такое описание Так я себя позиционирую Написал я его Это Где-то Ну уже дня Три назад Короче Число первого Наверное Никакого ответа Пока Мне не пришло Если придет Если он согласится Мы по беседу Если он согласится Для открытой беседы Мы по беседу Посмотрите Я заранее скажу Конечно Я там ничего О чем спорить Не буду Я посмотрев Его ролики Понял Что он Такой Закоренелый Последователь Протестантизма И А учение Протестантизма Целиком И полустое Стоит Из лжи И там Говорить просто В принципе Нечем Я просто Хотел Некоторые вопросы Уточнить Что то Что я буду Сейчас На основании Его слов Делать выводы Чтобы просто уточнить Чтобы он сам их подтвердил Верны ли мои выводы О том Что я от него слышу И вижу Вот я как бы так Хотел бы построить Это была бы достаточно Короткая беседа Если он согласился бы Я просто показал бы Некоторые места И просто Выслушал его Да или нет Я бы ничего не спорил Ничего не доказывал Потому что Кто заквашен протестантизмом Это очень тоже беда Не хуже Не лучше православия Там католицизм Это беда Начиная от того Что Библия Слово Божье Я спасен по вере Вот эти та же самая Восхищение И прочие-прочие вещи И там Куда ни тыкни Везде плохо Вот Ну и мы с вами Поэтому я сделал Я сделал страницу На своем сайте Авторском христианском сайте Новая версия Уже трехлетняя Три года у меня была Своя Я там Ваш теймэле делал И вот Олег Который пишет мне Комментарий Благодаря ему У меня есть Новый сайт Так скажем В новой форме С новым дизайном Садаптированным Под мобильные Телефоны Под смартфоны Все это Именно на этом сайте Я продолжаю Трудиться Тоже создавать Целый день Я трудился Составил страничку Посвященную Восхищению церкви До великой скорби Кто знает У меня таланта Писать нет Но я все-таки Редко Могу чуть-чуть Написать Что-то Постараться Сконцентрироваться И мысли Кто знает Я очень сильно Всегда Рассекаюсь По древу Ну я написал Следующее Как пролог Как хотите Эпилог Все что угодно Да Предисловие Восхищение церкви До великой скорби Это лжеучение Зародилось в протестантизме Сравнительно недавно И стало достаточно Популярно По той же причине По какой когда-то По сути В зарождении Протестантизма Стало популярно Удобное лжеучение О спасении человека По вере В искупительную Жертву Иисуса За мои грехи О непопадании Человека В небесное царство Как учил Иисус Благодаря Его святой жизни Самого человека В совершенной Даже до Самопожертвования Любви К окружающему Его Божьему миру Который К сожалению Со времен Грехопадения Лежит во зле Поэтому мы проявляем Здесь жертвенную любовь Потому что Против нас Творится зло Всю несостоятельность Этого лжеучения Вы узнаете Посмотрев видео Из данного плейлиста Ну и соответственно Идет ссылка Вот на этот плейлист Который я вам уже показал Который на моем канале В вкладке плейлисты В разделе апокалипсис Сюда вот у меня Вкраплен Да Здесь 9 плейлистов Об этом я скажу В конце видео Просто дам вам отсылки Ну а где сам плейлист Уже показал Ну и приступаем с вами К самому разбору Естественно Олег мне дал ссылку Вот на это вот видео 28 доказательств Оно идет под номером 2 Ну а если по списку У Евгения Оно идет Ну там неважно Какие Оно у нее идет 41 То есть у него все видео Выпуски по номерам С 1 по 40 Я сам вас всегда На своем примере Учу Последовательное изучение Именно поэтому я Да я У меня нет возможности Сегодня Раньше я вам сказал Надо если человек Мне интересен Я могу Весь канал посмотреть Именно поэтому я отмотал Вот Но так как первый Тут просто Человек Полностью Поружен Заражен протестантизмом Мне конечно это неинтересно Я просмотрев Пролистав все выпуски Ну может быть Я некоторые еще посмотрю Вот Но меня практически Ничего не зацепило Да Вот Потому что я уже по названиям Вижу О чем пойдет речь И мне это не очень устраивает Вот Но Олег Мне сбросил конкретно Видео второе Да Но он сказал Что там еще будет И в принципе Евгений Сейчас мы об этом Вы увидите Он скажет Что он выпустит Четыре видео Как и я вам анонсировал Что у меня уже есть одно Будет еще два Второе Которое вы сейчас смотрите Но Будет точно третье Ну а может быть Еще и больше Потом будет Да Вот Он тоже самое Говорил Поэтому попав на 28 Прослушав его Несколько раз Два или три Я его изучил Естественно Он сам дает отсылку Тоже Как и я Видите делаю Мы в этом плане Проповедники зачастую Все одинаковые Но это правильно Да Он говорит Что было первое видео Посмотрите его Пожалуйста Естественно Я как вас сам всегда учу В себе даю прозет Что я так тоже делаю Человек дает Ну что я буду смотреть второе Я хоть и посмотрел первый раз Но он говорит Я его во втором видео узнал Что оказывается есть первое Я обращаюсь к нему Это ожидает ли церковь Великую скорбь Я смотрю его Но Сейчас при Моих комментариях Этого видео Этих видео Я Позволю себе Как вы видите На страничке сайта Я и в описании Конечно добавлю Обязательно ссылки Но вы теперь Когда все видите Я специально вам все Всегда на экране показываю Чтобы можно было Как-то и так самому найти Через поисковик Все это Ну на страничке Тут активные ссылки Все можете перейти И в описании к ролику Я просто добавлю Ссылку на Ну на те же самые Эти два видео Евгения Чтобы вы могли не искать Я себе позволю Поменять их местами Только стоя В том случае Только потому Объясняю Да Сам вас учу Последовательно Потому что В этом Поменять местами Не в том смысле Что я их буду По-разному изучать Видео о 28 доказательствах Восхищения церкви Оно у него Второе идет И я второе видео Своё Оно у меня Как вы видите Будет название Оно у меня будет Третьим идти Это 28 Я их назвал Же доказательства Восхищения Да До великой скорби Вот Ну потому что у меня Своё есть первое Тоже Поэтому у меня это будет Третьим идти В аналогии с ним Да Его первое Мое второе Его второе Мое третье Потому что у меня есть Своё первое Которое я вот Записал Да А поменять я местами Я имею ввиду Что если вы Просто Сейчас первое То что я буду Говорить Это из Видео О 28 Доказательствах Но Просто там Женя говорит Общими фразами Поэтому я просто Позволяю себе Никакого там Последовательства Нету И он просто Тоже начинает Своё видео Вот как бы Этими словами По сути Опять просто Об этой теме Вообще Он мог это сказать И в первом видео Понимаете Да Вы сейчас поймёте Когда я начну Зачитывать Это единственное Более того Вот именно Потому что я из этого Видео В 28 Доказательств Взял всего лишь Вот один момент Где он сказал Вы всё можете Это прослушать Целиком их прослушать Конкретно Эти куски Увидеть Я их Как Сам всегда Вы знаете Против ворвания С контекста Но я позволяю себе Какую-то законченную Мысль взять И причём Я вам даю Пожалуйста Контекст И говорю Пожалуйста Смотрите его видео И послушайте Где это всё сказано В каком контексте Да То есть Я же не против Что я даже за Пожалуйста Посмотрите Вот И поймёте Все контексты Только поэтому Но разбирать Я по сути буду Это первое У видео Просто возьму Первый кусочек Потому что он там Скал фразу Которая идеально Была бы В первом его ролике Сказана Просто эта мысль Сейчас вы узнаете Какая Она просто идеальна Чтобы так конструктивно Красиво И моё видео Построить Вот и всё Ну то есть Разбираем Сегодня с вами Ролик Евгения Ожидает ли церковь Первый его ролик О вознесении церкви До великой скорби Ожидает ли церковь Великую скорбь Ну и я вам Зачитаю стенограмму Следует обратить Внимание Следует обратить Особое внимание На то То есть Я говорю Сейчас вы Когда прочитаете Вы поймёте Что это предисловие И вот То что Как я вам Зачитал Вот здесь Своё предисловие Которые я написал Оно бы идеально К странице Да Восхищение церкви До великой скорби Его бы Это Которое в 28 Его просто фразы Красивое Там предложение Как он составил Так скажем И озвучил Оно бы идеально Подходило Как раз и К первому видео Причём к самому началу Я так считаю Поэтому я вопрос Себе взял В начале Из этого второго Видео Следует обратить Особое внимание На то Что в течение 19 веков Тема Восхищение церкви Никогда особо Не поднималось Святым Духом Как видите На экране Всегда Я сделал текст Может быть даже Это и лучше Я говорю Того прослушивать Мне самому удобнее Всегда работать Порой с текстами Кто знает Я вот именно Я люблю работать С Библией Сколько я Всё показал Зачитал её публично Всё вам показывал Все тексты Сам перенёс На свой сайт Библейский Всё там сделал В диалогах Кто знает Разными шрифтами Цветом Размером В общем В своё время Много потрудился И продолжают Трудиться С одной стороны В текстами Даже легче работать Даже с этой речью Евгения С этими речами Мне будет проще Делать их разбор Это я вот тоже Когда-то поймался Я на этой мысли Что видео Видео Звук Звуком Аудио Аудио А вот с текстами Я всегда рассказал Что Евангелие Это тоже чудно Я его и слушал Знаете Что я Тысячи раз Его слушал Читал Ну и я всегда Его очень глубоко Разбирал Вот именно Тексты Всё это Совмещал Читал С разными местами Это очень важно Это очень удобно Работать А в современном мире Имея компьютер Вот то что Всё это можно было Сопоставлять Это просто здорово Это тебе много Открывает Ещё раз Обращаю Мыс Как видите На экране Текст выделен Жирным шрифтом В течение 19 веков Ну мы с вами живём Как бы в 21 веке После Рождества Христова И в течение 19 веков Тема восхищения Церкви Никогда особо Не поднималась Святым Духом Так остро Как это происходит Последние 200 лет По очевидной причине Отдалённости Восхищения Церкви Ну события Восхищения Церкви От эпохи Мучеников Отцов Церкви Реформаторов И миссионеров Но начиная С 19 века Дух Святой Проливал всё больше И больше света На то Что говорит Библия Касательно этого события Чтобы подготовить Невесту К встрече с женихом По мере приближения Дня Онова Споры идут Вокруг того Когда это произойдёт До Или в середине Или в конце Великой скорби Я сразу оговорюсь Потому что Материалы Евгения Я изучил Под Великой скорбью Евгений Понимает Всю книгу Откровения От начала до конца От корки до корки В принципе Книга о последних временах Откровения Иоанна Она так и есть Она О тех событиях Которые будут в последние времена И они будут Нерадостными Вот это всё Он по крайней мере И ещё Да Сразу оговорюсь То есть Евгений Я говорю Я Видите Я с ним Не знаком У него там Ну сколько Почитал В фейсбук Я перейти не могу Вот Скорее всего Может быть он пастырь Может быть нет Просто канал завёл Скорее всего Он из протестантизма Из какой-нибудь ветви Пишет Ну завёл свой канал Говорит Там есть ли у него образование Нет Я не знаю Для меня это Вы знаете Не имеет никакого значения Я и не против Я наоборот рад Что обычные люди Если там Как про Христа сказано Да Ни вида ни величия И знают Писание Не учившись Это всё хорошо Если такие люди есть Проповедуют Лишь бы истину проповедовали К сожалению Жалко что Многие проповедуют Ложь Может быть даже Искренне желают Проповедовать истину Но это печально Да Вот И по поводу Вот сейчас Речей Да Что в течение 19 веков Евгений говорит Тема восхищения Церкви никогда особо Не поднималась Святым Духом Так как это Так как это происходит Последние 200 лет По очевидной причине Отдалённость Восхищенной церкви От эпохи мучеников Отцов церкви Реформаторов И миссионеров Серые тексты Это уже мои Ну мои Пометочки для себя Что я хотел сказать Да То есть Я как бы говорю Да То есть Второе Значит первое И естественно Да Ну я говорю Кратко скажу Мысли Евгения Да То есть Он защищает То есть Есть три Он так в ролике И говорит Вы если прослушаете Сейчас будете видеть Что я то же самое Говорю что в его ролике Тут я с ним согласен Да По Вознесению церкви Есть три позиции Три как бы мнения И как он сам говорит Лишь одно может быть Из них истины Два остальных лож Все правильно Я с ним согласен Вопрос в том Что мы с ним На противоположных концах То есть Да Есть учения Или мысли Или мировоззрение Как хотите Даже у всех у нас Одно и то же писание В руках Одна и та же Библия Пусть в разных Может быть там переводах Это до Вот этой великой скорби До книги Откровения Все что описано В книге Откровения Это во времени ее Там Не важно После Шестой Седьмой там печати Еще где-то Раньше Позже Может быть действительно У кого-то еще кто-то найдется И Во время второго пришествия То есть Это просто одно и то же событие Пришествие Иисуса Христа Воскресение из мертвых Изменение живых Восхищение к нему навстречу Собрание его в Иерусалиме Для тысячелетнего царства Ну естественно сюда Каждый обличится И каждый получит славу Ту Которая достойна Был своей Святой жизни Ее разности У всех Разная слава будет Да Все мы соберемся В Иерусалиме Для тысячелетнего царства Со Христом на земле Он какую позицию Отстаивает Мирозаврение Считает истинно Остальной ложью Что это будет Все до книги Откровения Я вы знаете Утверждаю Что это будет Это будет одно событие Он считает Что это именно Ошибка Что это ошибка Тех Кто думает Это лжеучение Что это Один день Один эпизод Все вот это Вместе Воскрешение Вперешествие Христа Воскрешение мертвых Изменения живых Во Христе Просто Восшествие Вознесение Просто Навстречу Своему жениху Это осуждение Это судилище Христов В котором Ты Принимаешь Ту Внешнюю благодать Или внутреннюю Как хотите Внешнюю Внутреннюю Которая соответствовала Твоей святой Уровню Твоей святой жизни Так выразимся Кто-то Кто-то 30 Кто-то 50 Кто-то 100 У всех Будет разная Слава Как Павел Говорил И звезда От звезды Будет разница В славе И солнце У луны У всех Разная слава И тут же Мы просто Встречаемся С ним В небе И все Спускаемся В Иерусалим Мы не на автобусах Едем Не на перекладных Не автостопом Не на самолетах Летим Не на ракетах Мы действительно Просто будем По воздуху Так скажем Лететь В новом теле В бессмертном Теле В нетленном Теле К нему Навстречу И соберемся Все в Иерусалим Вот Евгений утверждает Обратное И очень важно О чем он говорит Обратить внимание На это В течение 19 веков Тема восхищения Церкви Никогда особо Не поднималась Святым Духом Во-первых Что я хотел сказать Все думаю Что-то меня Немножко торможу И думаю Прямо Я это видео Оно будет В свободе слова Точно так же Как я все Мы с вами разберем Вот видите Они у меня под цифрками Раз Два Три Четыре И пятый Я даже оставлю Для следующего видео Для 28 доказательств Хотя оно из первого видео Но он как бы будет О нем же говорить И мы его туда перенесем То есть мы с вами Всего четыре его пункта Разберем Четыре вот так скажем Мысли Высказывания Достаточно законченных Я говорю Это Никита Вы видите Даже себя по объему Это не ворование Двух-трех слов Как у психопата Нет Это достаточно Понятные мысли Я думаю Вы все это видите Плюс я говорю Вы всегда можете узнать Контекст Посмотрев Видео человека Я только За Наоборот Настаиваю На этом даже И вот он пишет Что в течение Восхищения Церкви никогда Не особо не принял Святым Духом Он это никак не доказывает То есть это просто Вот человек тоже Говорит в видео Я хочу просто вам Показать Как все это происходит Да Это просто его мысли Поднималось Не поднималось Вот Да Откуда ты знаешь Ты все перечитал А он говорит Почему Самое важное Он говорит Почему это Происходило Почему не поднималось С девятнадцать веков Никого не интересовала Тема Причем Здесь Тема Восхищения Церкви По сути В его словах Звучит Что не поднималось Тема Восхищения Церкви До великой скорби Как бы он Об этом Хочет сказать Может Я говорю Может быть Евгений Не знаю Будет слушать Это видео Я там Может в комментариях Оставлю ссылки На свое видео И сможет ли он Это слушать Потому что я Как в самом начале Обличаю Что протестантизм Это лжеучение Может у него не хватит Терпения Все это смотреть Вот Я говорю В беседе мы вряд ли Все это будем разбирать У меня просто Есть некоторый вопрос Который я вам бы хотел Показать Как бы он ответил Вот Здесь я буду Конечно домысливать Я сам вас всегда Учил и говорю По себе Знаю Что я в ответе За то что я говорю Не в ответе За то Как вы меня понимаете Это очень важно Конечно я высказываю Своё мнение Как я понимаю Евгения Если бы мы были Сейчас какая-нибудь Скайповая беседа Мы все это прям Подробно разбирали Я бы мог задать Вот я говорю Вопрос по всем Я тебя правильно понимаю Ты вот это имеешь ввиду Мы бы услышали в ответ Может быть такая беседа состоится Но не факт Что я просто говорю Запомню все свои вопросы Как видите Я сейчас тоже достаточно Экспромтом Я конечно размышляю Когда все это составляю Какие-то мысли идут Вопросы Ну я не особо Я говорю Что-то я себе Как видите делаю Но это не значит Что я прям все Вот себе помечаю Да Я так же могу что-то забыть И при той же самой беседе Я могу все эти моменты Просто упустить Да Вот Но я говорю Так как прослушав его Эти видео Почитав его Вот все это Вы сколько я Вы знаете Я пока все составлял Сколько раз Особенно стенографируешь Ты это прослушиваешь Вот То есть я считаю Что я его достаточно Правильно понимаю Посмотрев эти два ролика Я говорю Пусть там может быть Еще два Выйдут Или уже вышли Да Не достаточно этих двух Он сам говорит Что в них уже все Он тоже сказал Он там будет дальше жевать Но там достаточно Сказано Чтобы понять его Все эти мысли Да То есть он подразумевает Что в течение 19 веков Тема восхищения церкви До Великой Скорби Хоть он тут и не писал Никогда особо не поднималась Ну или споров О том Что это до Во время Или после Вот как бы Вот так это должно звучать Да Вот Но по какой Это причине Это было По очевидной причине Отдаленности Восхищения церкви Я вас Выделил Это на экране Вот это знаете Вот это такой Не знаю Как я буду выражаться Может кому-то не понравятся слова Там ложь опять Абсурдность Бред Чепуха Кому-то не нравятся Такие слова Ну какие Придумайте слова Какие вам нужны Мягкие может быть Лишь бы они отражали суть Да Слушайте Вот второе пришествие Описано в Евангелии У апостолов У всех апостолов Почти все есть В каждом Сколько действительно В Ветхом даже завете Пусть там это иногда Прообразами К Израилю А калькой накладывается И на первое там Событие пришествия Су Христа На второе мы знаем Кто-то это мессианские места Им там называют Да Значит второе пришествие Которое получается По мнению Евгения И зафиксировали вы да Себе Что Евгений считает Что это два разных события Причем в приличной отдаленности Друг от друга По сути То есть поведают Что книга Откровения Это вообще Семилетний период Да Семь лет будет Длиться событие Книги Откровения То есть по сути Восхищение От второго пришествия Пусть даже по его версии Произойдут С семилетней разницей Да И более того Получается во второе пришествие Если по мысли Евгений Церковь будет вознесена До великой скорби То как раз на протяжении Этих девятнадцати веков Христиан Должно было волновать Как раз вознесение А не второе пришествие Потому что второе пришествие И как опять утверждает Евгений Вы посмотрели это видео Все поймете Я сейчас наперед Просто все это говорю Мы здесь может кое-что затронем Но это все в его доказательства В других словах Я просто некоторые Вот эти мысли взял За основание Но рассказывал О чем он думает Вы можете еще раз скажу Утвердить Убедиться в этом Посмотрев его ролики лично Вот И он говорит Что мы наоборот Ну мы Церковь там К своему жениху Действительно Или второго пришествия Должен волновать был христиан На протяжении всего этого Причем Бодрствовать-то они Получается должны Как он сам Он кстати очень Топит за бодрствование Вот это Ну что так и При последнем Так написано Бодрствуйте Чтобы быть готовыми Он как бы это признает Так что должно волновать Было христиан Второго пришествия Иисуса Христа Если они уже сами Со Христом Будут оттуда Идти Семь лет Пребывая с ним На небесах Или их должно волновать Вознесение И что мне до этого Надо сделать И как мне бодрствовать Чтобы там Не проспать И действительно Не лохануться И быть готовым Да И по плоти И по духу Очень странно получается Если ты разделяешь Эти два события То сам говоришь То что церковь Оказывается Важнейшее событие И как он сейчас говорит Что для христианина Там современного Особо Вот приблизилось Все Что меня должно волновать Вот это вознесение Да Чтобы не проспать Чтобы быть готовым Чтобы бодрствовать Чтобы меня вот эта там Аморальность вроде как Не захлыстнула Я думаю На это намекал Мы с вами описание Прочитали Вот мне интересно Жене Не кажется это странным Потому что аргумент Что это происходило При очевидной отдаленности Восхищения церкви Но второе Пришествие Еще дальше Пусть даже на 7 лет По версии Вот этого учения Еще дальше В исторической мерке По времени Отстоит от восхищения Но почему-то О втором Пришествии Иисуса Христа Если он изучал Предание церкви Пусть это там Ортодоксальная Православность Католически нам другого Нечего почитать Своих протестантов Как он же пишет Что Отдаленности от Кого От Где он тут Перечисляет От отцов От мучеников Самых первых От отцов церкви Кого он отцами церкви Называет Ну очевидно Вот этих Они там протестанты Хотя бы до 3 века Они считают К ним более-менее Версии православных Католиков К этим Каким-то книгам Тем же самым Там 12 апостолов Относится Как-то Поснисходительнее Что все-таки Где-то там раннее Что может быть Там есть только Правда После уже Никельских соборов Они в основном Все там отрицают Но опять же Многие протестантские Богословы Кто мудрый Я с некоторыми Общался Кто знает Я протестантской Семинарии Удаленной Полгода Проучился Правда Я прошел курс Чуть ли не двухлетний Сразу Там есть и здравые люди В том плане Они действительно Здравые В смысле образованные Вот лучше такое Все-таки слово Я скажу Они изучают все Действительно Они все Как и я Они знают Православную секту Католическую Все предания Они изучают Кто хочет быть Этим образованным Понимать Врага Как говорится В этом плане В лицо Вот То почему-то Если человек Будет изучать Православное Вот предание Православное Католическое Возьмем Другой у нас нет Секта Так скажем Да За 16 веков Ну до протестантизма Я просто беру Сначала период Ну а лучше взять Вернее даже 2000 лет Почему-то Их просто нереально Волнует Второе пришествие Не было святого Которого не касалось По этому вопросу Тем более У них есть толкование У многих Кто знает Последовательные Там и Анна Златоуста Филакта Болгарского И же с ним Там кого только нету Да И Василий Великий Кто-то Толкователь Многие Спросы Самые известные Естественно Они всех этих вопросов Касались В частных переписках Да вы возьмите Любой труд Кто знает Я очень много изучил Я тоже не могу сказать Что я все изучил Вот именно И то сколько я изучал Но знаете Только ленивый Не касался Второго пришествия Иисуса Христа То есть почему-то Этот вопрос Их интересовал Хотя что Вообще Что в нем ковыряться Если ты будешь Оттуда идти Сверху А не снизу Тебя уже как Это волнует Если ты там Семь лет со Христом Что тебе Какие ему вопросы Тебе задавать Какие у тебя вообще Вопросы по книге Откровения Она тебе нужна Она не нужна Если принять Лживое учение О доскорбном Как он это называет Доскорбном Вознесении церкви К своему жениху Тогда зачем Книга Откровения Она не нужна Христианину Она ему неинтересна Ну раз Прочитать Как говорится И все И у нее нет И какая ему разница Что там за скорпионы Что там за печати Трубы Кони Все эти Всадники Чаши Антихрист Воцарение Его царство Какая ему все разница Если он все будет На небесах Находиться И может быть У них там будет Даже большой Как у нас Открытый кинотеатр Они будут все это Там сидеть С попкорном И смотреть Как тут Суды Божьи Изливаются На грешников Зачем ему Это интересно Что ж тогда Все действительно Все Писания Так как он говорит Мучеников Есть еще Первых веков И мучеников Много Всяких Но это их Прославили Мучеников Кто-то из них Был Так скажем Богословами И богословами И мучениками Одновременно Я в этом плане И сколько Возьмете Писаний Почему там Вопрос Вот этого Второго пришествия Последних времен Ну я говорю Только ленивый Не касался То же самое Кстати Вот мне Я бы Евгению Сказал А в протестантизме Когда он отделился И стал там Отдельной веткой Там что Никого не интересовало Второе пришествие Да там Переполнено Этими Так же писаниями На эти темы Только загуглите Второе пришествие С Христа Там Протестанты Или что-нибудь Такое Там столько всего Повылазит Начиная от тех Как они говорят Основателей Реформаторов Вот у него тут написано Он же о них говорит Значит второе И заканчивая Современность Более того Апокалиптические настроения Если Евгений Не глупый человек Не будет отрицать Что начинались Еще с первых времен Еще апостолы Верили Что они вот-вот Увидят Христа И им образно Так и было сказано Что не успеете Обойти всех Земель Вот придет Сын человеческий Апокалиптические времена Преследуют Так скажем Эта мысль Что я живу В них Христиан Всех времен И народов Все эти Две тысячи лет Все эти Как он говорит 19 Возьмем И сегодня Последний 20 век Все 20 веков Во всех временах И во всех народах Во все это время И во всех народах Где бы не были христиане Потому что христианство По всей земле Распространилось Более-менее Все Все жили Мыслями О последних временах О втором пришествии О скором апокалипсисе Абсолютно все Значит этот вопрос 20 веков Волновал Церковь Христову А вознесение Казалось бы Самый важный момент По версии Если это не одно и то же событие Вот именно А два Ну как-то вот Не волновало Это же типа далеко Кто из христиан Если он почитает Думал что это далеко Они все Все Абсолютно поколения Думали что это Считали там Кто на циферях И 1666 год Считали Числом антихриста И что тоже там Все уже Все продавали В России Все это Все это было Постоянно Во всех временах Во время Первой мировой Второй мировой А до этого Сколько было Вы скажете Ну уже до 19 Ну и 20 век Ну это я образ А сколько было Эти войны А наполеонская война Какая раз Для кого-то Это такая же мировая Когда тебя заходят Всю деревню Датлас сжигают Для тебя это Не конец катастрофы Когда чувак Со съехавшей головой Идет весь мир Покорять Все эти были Кто-то Ирода Еще считал антихристом Кто-то потом Всех этих Еще пока Империя была Римская Там еще Три века Кое-как Бултыхалась Да Называли Этими Антихристами Это все было То же самое Все было Одинаково Ничего не меняется Абсолютно Поэтому Я не знаю Вот как Вот к этому Относиться Да Что Учение Вознесения Вот имя 19 веков Духом святым Не поднималось Да Это какой-то Это Не знаю Человек Он Он Не глупый Человек Я все Говорю По плоти Знаете Но по духу Вот такой Мой ответ На первое Его Оно у него Без всяких То есть Я вот этот ролик Будет в свободе слова Следующее Я надеюсь Вы поняли Почему я это Первым поставил И взял Из того ролика То есть Вот как бы От начала Посмотрите Я говорю Оно предисловием Хорошим бы И к первому У него явилась Но это в его Я имею Понимание Хорошее В моем Понимании То что сказано По сути Это плохо Но Как раз Как говорится Почему это Столько лет Ты никто А ты тут Появился Потому что Действительно Учение Свежее И я не зря В своем Предисловии К этой странице Вообще К своим роликам Но если бы я его Вперед послушал Может быть Я у себя Выставил по другому Тоже Эта трилогия Восхищения Но я комментарии Олега Увидел Сначала Вот один Потом увидел Что он Дополнил И дал ссылку На это видео Я может быть Если бы еще Не записал видео Как по другому Выставил Свою Татрилогию Да Ну вот Как есть Так есть Да Переходим Ко второму Так скажем Мысли Заключения Евгения Из его ролика Вот уже Из его первого Эта ролика О обучении О довеликоскорбном Восхищении Церкви Навстречу К своему Жениху И наконец Последний принцип На котором Основана Довеликоскорбное Учение О восхищении Церкви Почему Наконец Последний В том ролике Евгения Дает как бы Четыре Тоже там Принципа Я их все Здесь не стал Вот им Посмотрите ролик Они мне Неинтересны Они тоже Настолько Вообще Далеки Ну как бы Его мир Разгред Я это решил Не трогать Не хочу Все это Разбирать Вот И вы знаете И так у меня Ролики Мы уже Сорок минут Я только Один разобрал Да Вот Поэтому это Дело Не в последовательности Кому интересно Послушать Если вас Это там Что-то удивит Зацепит Или как-то Вот Что-то вам Скажет об этом Ну пожалуйста Я не хочу Их уже Комментировать Они настолько Серые Что Ну не цепляет Меня Достаточно Что Вы знаете Я что Вот в следующем Ролике Об этих 28 Ждет Казатель Что Я хочу Сказать Знаете Такую картину Вам нарисовать В голове Очень простую Вы знаете Когда что Строит Там Ну как Гарточный Домик Кто помнит В детстве Мы строили Вот действительно Достаточно Одну карту Достать Ну грубо говоря Домик Поды Вот Поэтому Я как бы Иду По основным По ярким Моментам Вот Я не могу Все во всех Знаете Мне надо сбрасывать Что-то Вот это Скажи Вот это А что-то Об этом ролике Сбросит Там тоже И ролик Огроменный И чепухи Там столько И там столько Можно вопросов А что конкретно Ты хочешь Чтобы я из этого Ролика Тебе сказал Там столько Тем тоже Поднято Столько Нюансов Вот Что конкретно Ты хочешь Может ты хочешь Спросить об авторе Этого ролика А что вам Что-то о нем думаешь Что-то такой вопрос Я говорю Скидывает мне ролик Что ты думаешь О чем я должен думать Да я много О чем думаю Даже об этом ролике Да Вот Поэтому там Четыре принципа Я на одном из них Просто зафиксирую И хочу тоже Кое-что сказать Вот И наконец Последим Поэтому Из четвертого Ночитаю Но только потому Что у меня И первых трех Не будет Поняли Да Я их не хочу Рассматривать Вот я хочу На четвертом остановиться Они как бы Тоже там Там последователь Просто еще не имеет значения Это их можно Поменять местами И от этого Как в перемене мест Слагаемых Сумма не меняется В математике Здесь то же самое Когда человек не выстраивает А он там не выстраивает Они Он их мог В какую угодно Последователь Ну пусть он такого не говорит Я за ним говорю Но это по их сути Вы просто Если послушать Поймете Они не имеют Друг за другом Никакой цепочки Такие скажем Отдельные То есть Как говорится Их просто все Вот он считает Тоже принципы Надо исполнять Тогда ты там Поймешь Да Но это как и я Когда вам говорю Что там Любовь, свобода И вечность Три сущности Благобытия В них нет Они просто есть Все три И они все Одновременно Хоть я могу Тоже речь выстраивать Свою пробовать Сначала об одном Скажу Потому что мы живем В пространственном Временном измерении Но Поговорит сначала О любви Свободе Вечности О вечности Свободе Любви В одном видео Или А ведь Ну вы поняли Как бы их не меняем Это не имеет Никакого значения Но это может Какое-то значение Если ты хочешь Какую-то цепочку Выстроить Вот Но у него там Я считаю Никакой цепочки нету Он их просто Перечисляет И наконец Последний принцип На котором основано До великоскорбного Учения Восхищения церкви Это библейская истина О том Что единственная Программа Бога для истории Включает в себя Два народа Израиль и церковь То есть Он разделяет У него есть Израиль и церковь В настоящее время Божий план Для Израиля Поставлен на паузу Уже И эта пауза Уже длится Две тысячи лет И она будет Продолжаться До тех пор Пока Бог Не завершит Свой нынешний Замысел С церковью Христовой Я договариваю И не восхитит Свою невесту На небо Только До великоскорбный Принцип Дает цель Восхищению Цель восхищения Это убрать Церковь с земли Посредством Восхищения Чтобы Бог Мог завершить Своё незаконченное Дело С Израилем Во время Семи лет Великой Скорби Следовательно Если не проводить Различия между Местами Писания Которые Бог Предназначен Для Израиля А тех Которым предназначен Для Церкви Тогда это Приводит К ошибочному Смешению Эти двух Замыслов Очень важное Место Вы сейчас Поймёте Евгений И кстати Я начну Сейчас Кратко И дам Вам отсылку Я уже Видите Значок Сделал Я после Этих Трёх Видео Запишу Ролик Народ Божий Иудаизм Христианство Израиль Там Не знаю Какой Противодействие Израиль Это Национальность Надо Иудаизм С христианством Сравнивать Кто из них Народ Божий Одно и то же Или нет Для Бога Важен кто-то Или нет У меня Есть такие Ролики Немножко Но там В другом Контексте Вот обязательно Ну уже Когда Вы будете Смотреть это Видео Оно будет На канале Опубликовано Ссылки В описании Я постараюсь Не забуду Если забуду Пишите в комментариях Добавить Вот на этот Ролик Вот в этом Месте Хорошо Если еще Тайм-код Кто-то не сбросит На какой Секунде Времени Я об этом Говорю Чтобы я Прямо К этому Времени Здесь В подсказочке Добавил Чтобы люди Могли Другие Кто смотрит Тоже Перейти На это Видео Это Очень важно В протестантстве Есть такая Еще одна Болезнь Очередная И лживое Учение О том Что Израиль Это какой-то Там супер Избранный Божий народ И такие Любимчики Это такая Чепуха Это все Протестантизм Корень всего В нелюбви Никак Они не могут Понять Что Бог Один Что Бог Есть Любовь Это именно Отсюда Я вам всегда говорю В корень Непознание И непринятие В полноте Этого учения Что Бог Есть Абсолютная Совершенная Любовь И Он Творец Всего Вся эта Избранность Израиля Я говорил Это лишь Жребий Павший на этот Народ Богом Случайно Вот и все На ком-то Надо было Показать Некую историю Когда Бог Якобы С народом И он не нужен Этому Народу На самом деле Сколько Бог Не хотел его На руках носить Вот и все И что он скачется Во все То же самое Во всю Дьявольщину Что кто со мной Читал Ветхий Завет В этом Я думаю Убедился Бог показал На истории Одного народа Что неважно Вас хоть по одному Выбирай Как это было С Иаковым С Израилем Что народ выбирай Без разницы Вы все равно Скатитесь на помойку Лишь в этом История Так скажем Наручительная История История народа Израиля Израиль Ничь евреи В частности Израиль это еврей Надо вот так делать Иудаизм Вот посмотрите Это видео Но кратко Хочется сказать Что у Бога Это только вот у людей Вот это вот все У Бога Нет никакого Бог наш один Всех Да Наше понимание Его разное И мы когда-то Дойдем Как писал В полноту Познание истины Мы все Поймем Придем в единство веры Как он говорит То есть Ну вероучение В единство мыслей Единство знания Да И тогда все будем Радоваться там В небесном царстве Но мы туда придем Познав здесь И исполнив это учение О том что Бог Есть абсолютная любовь Бог что Про еврея забыл 2000 лет Евреям не помогает А сколько евреев У меня есть ролики На канале У меня есть канал Серый Как их называют Не с моими видео Я туда добавляю Их Его может когда-нибудь Заблокируют Там куча предупреждений Там есть ссылки Там есть как Евреи обращаются В христианство Да Там он там Писание Даже через Писание Вот читает Я помню Меня один случай поразил Когда Если хотите Напишите в комментариях Я дам ссылки на эти ролики Просто пишите в какое время Видео Я о чем говорю И постарайтесь Конкретно формулировать Свои вопросы Где вот он свидетельствовал Он такой Иудей Да И он говорит Я вот читал Как вот Мессия войдет на ослики Он ветхий завет изучает Да Он говорит Как вот мессия войдет на ослики Говорит Уже на машинах Ну кто сейчас на ослики Разве Говорит Мессия когда придет Даже в современный мир Он что на ослике Что ли В Иерусалим будет Восходить Нет конечно Говорит На каком-нибудь супер мерседесе Говорит Я на этом приткнулся И стал изучать Глубже Ковырнул И дошел до христианства Другому просто Христос открылся Да И разные Как мусульмане приходят Да Бог что Бог хочет смерти грешника Бог не хочет смерти грешника Что он обратился Был жив Что значит поставил на паузу Вот это вот знаете В протестантизме Восприятие Бога Какого-то господина опять Вот пришел Иисус Говорит Я есть Бог Я ваш отец и мать Все Я есть абсолютно любовь Нет Все равно Бог Это вот насяльника Насяльника Как в нашей Раши Он работает с народом Вот слово у них Это Бог работает Да Бог не работает Бог есть любовь Наш родитель Он же нам друг и жених Действительно Он нас любит Как родитель Образ у нас воспитывает И учит Это слово работает Как к начальнику Бог работает Со своим народом Как это же противно Вот даже звучит Воспитывает нас Бог Да А как родители Потому что мы когда слышим Слово воспитание Это любовь Работа Это не любовь Начальник там дает задание И все Он терпеть своих рабочих Может не терпеть Да А слово родитель Всегда связано с теплотой С любовью Что если родитель что-то делает Как бы Ну в теории подразумевается Да Что он это с любовью делает Да Отношения Насельника Рабочие Это вообще пипец Конечно Надо было до этого додуматься Эти фразы у них Вот И здесь то же самое Свою миссию С Израилем Поставил на паузу На 2000 лет Да Бог не стучится в сердца евреев Ну конечно Каждую секунду жизни Это очень важно Вот эта вот глупость Протестантская очередная Что есть какой-то Израиль Отделенный Да Павел писал В последнее время Вот именно Евреи Которые полностью Отвергли Христа Полностью Прямо в первом веке Целиком отваливаются От него От него Иудейские начальники Полностью народ свой Зомбируют И полностью Отваживают от Христа Да Есть и то Вот он Знаете Вот смотрите Вот он эту ложь утверждает Евгений Да А он не в курсе Вот мне хочется сказать Причем это кстати Вот он сам с Украины Он по-моему на Украине живет Да Вот сейчас эти события Все на Украине А он в курсе Что вот есть канал Я даже на него был подписан Я потом по-моему Подписался Евреи за Иисуса Они в Одессе по-моему Их канал Небольшой Там канал 150 Чуть был подписчиков Тоже вечный 200 Там еле-еле он у них Там какая-то общинка такая Вот они на Украине Евреи за Иисуса Там конечно тоже Такая галиматья Ветхие И вообще еще круче С новым сшит Но они Они вот христиане Такие евреи за Иисуса Как бы вот христиане Такие Да они там Чтут все И все ветхое И все там Празднуют эти Пасхи Все там По-еврейскому Все праздники Они такие евреи Действующие иудеи Вот Но они такие Вот за Иисуса Понимаете Они протестанты Тоже именно Да Вот ему хочется сказать А Бог А это что А их нету Вот Поставил на паузу А вот они не спасены Не хочется Они кстати Исповедут им все И спасение Поверят Вот эта вот ложь Евгения Она обличается Вот реальной жизнью Я вот почему Вам все это показывает И эта ошибка Как раз ихняя ошибка Что они это отделяют Поэтому вся книга Откровения Они считают Что она кстати Для Израиля Я только тоже Тоже не пойму Вот как вот Иудеи не будут Читать эту книгу Она кому оставлена То Иудеям что ли Они не читают Эту книгу Она для христиан Она в христианском Корпусе Библии Иудею она не нужна Ее читает христианин А не иудей И не еврей Пусть он там Потому что По идее Евреи и иудеи Должно быть равно Поставлено Я надеюсь Вы знаете Там разницу Ну в том ролике Узнаете Посмотрите Поэтому я может Здесь буду Словами играть Но посмотрев тот ролик Вы будете понимать Меня лучше Потому что По идее Должно быть равно Но у нас По факту Это тоже не равно Полно евреев В котором до лампочки Весь этот иудаизм Ветхий завет Все эти соблюдения Жизнь иудейская Вся вот эта Со всеми законными Правилами Они живут вообще Женят знакомых Хотя выходят замуж Там Кровь Все это смешивают Хотя в иудаизме Это запрещено Вот Поэтому Иудеи не равно Евреи Ну а в теории Должно было быть Вот Поэтому и произошло По сути такое разделение Вот Поэтому что он Подговорит даже Под этим Израилем Знаете Вот легко Вот так Все это в группу Знаете Назвать А как отдельный человек А судьба Отдельного человека Ты вот попробуй Потом на суде Да Бог там разберется Да ты сам разберись Попробуй Ты как судил А вот этот взял И покаялся А Бог что не хочет Чтобы он покаялся Вот этот бред Понимаете И благодаря этому Он там Вот все эти места В писании тоже Он где избранных Он это евреев Хотя это избранные И вы христиане Это христиане А он все Видите Он догму ввел Что Израиль и церковь Это разные вещи Церковь Христова И Израиль Это разные вещи Поэтому я вас Отправляю к тому ролику По сути Своими словами Просто хочу сказать Вы помните Эти цитаты Колосиного 3.11 Галат 6.15 Римля 2.28 Я там все буду Уже говорить Побольше вам поговорю Об Израиле Обо всем этом Павел До него-то доходило Что во Христе Нет больше ни Эллина Ни Иудея Ни раба Ни свободного Ни язычника Никого Все во Христе Новая тварь Все У Павла не хватало ума Да он знал Что по плоти Понятно будет Он говорит Что по плоти В конце Именно так официально Действительно массово Евреи начнут Видимо принимать Опять Христа От проповеди Кто им будет проповедовать Христа Если вся церковь Будет восхищена Мне вот интересно Но кто А в другие Не будет просто Ну ладно Я об этом буду Чуть позже Сейчас говорить Но Это ладно Это полбеды То что тут Евгений наградил Вы вчитаетесь И вслушаетесь Вот вас на экране Крупными буквами Жирным выделил Вот еще синеньким Чтобы вы понимали О чем речь Только Довеликоскорбный принцип Дает цель Восхищения Цель восхищения Это убрать Церковь с земли Посредством Восхищения Этого Зачем это делает Зачем цель Восхищения Довеликоскорбного Восхищения Чтобы Бог Мог завершить Своё незаконченное Дело с Израилем Во-первых Мне конечно Евгений Хотелось бы спросить Понятно Может у меня есть ролики Это как и Я всем говорю У меня тоже Тысяча роликов Ты там Заодно цепляешься Что я говорю Не понимаешь Я говорю Вот это посмотри Да даже сейчас Вас уже сколько раз Отправил к разным роликам А что Нам на земле Места не хватает Бог не может В сердца Израиля Стучаться И параллельно С христианской церковью А разве не христиане Должны идти По краю всему земли До последнего До его второго Пришествия И проповедовать Людей обращать К истине К любви Пытаться весь Это беспредел Это ужас Остановить Все эти войны Разве это не дело Христиан Любовь проповедовать Кто будет Значит оставить Всех грешников Свалить отсюда Хотя Иисус заповедовал Идите проповедуйте Да А мы что А мы к тебе В теплую ванночку К жениху К своему А они тут пусть Пусть сами В своем говне Балтыхаются Что там Кого-то спасать Будет Кто там От гнева Божьего Покается И Бог Будет Завершать Своё Незаконченное Дело С Израилем А нельзя Так его Завершить Параллельно Евреев на земле Что там Миллиард Нам что Тесно на земле Какое дело Какое дело У Бога Может быть К человеку Павшему В раю После грехопадения В раю Только одно Его покаяние И познание истины Которая есть Любовь И достижение Этой любви Которая в совершенстве Подразумевает Даже самопожертвование А что Бог умешает Что-то В еврейские сердца В сердца евреев Стучаться Помимо христиан И язычников На земле Грешников Которых Бог Не хочет смерти Но чтобы Обратились Покаялись Изменились И живы были Я вот этого вообще Вот Евгений Несет какую-то Чепуху просто На меня обижаются Вот Женя Наверное будет Если слушать Вдруг этот ролик Я представляю Как ему будет Неприятно Это слушать Но это чепуха Он там сам В роликах Очень много говорит Что вот Ну как бы Его оппоненты Тоже не знают Истину Не познали Бога Ну или кто Вот там Против этого учения Да Женя Это твоя чепуха Бог есть любовь Ему не надо Вот эти вот Человеческие бредни Там Он ждет На паузу Поставил там Спасение Израиля Да Сколько евреев За 2000 лет Родилось Умиралось Он занимается Своей невестой А тот еврей Который покаялся Вот эти евреи За Иисуса Они стали его невестой Мне интересно Или не стали Ты им Напиши там Что они оказывается Как бы не пыжились Не старались Они на паузе Да Они не стали Невестой Бог их на паузу Поставил Вот этим евреям За Иисуса Напиши Да Какая чепуха Какая чепуха Я не знаю Что мне еще На такое Я когда читаю Мне говорят Ну что А что я там Не вижу Что не понимаю Поясни Третья мысль Евгения За учением Об очистительном Испытании Церкви Огнем Во время Великой скорби Стоит гордость Попытки доказать Что человек Способен Выдержать Испытания Которых Человеческой Историей Человеческой Историей Не знала Ни до Ни после Великой скорби Писание говорит Что блажен Человек Который На Господа Возлагает Надежду Свою Ну это цитата Из Псалма Я здесь не стал Как цитату Просто текст написал С ее стенограмы Это и забыл Какой Псалом Да и не суть Важная Вырванность Возлагает На Господа Надежда И не обращается Гордым И уклоняющимся От лжи Да и о каком Очищении огнем Может идти речь Если единственное Очистительное Средство Для души Грешников Может быть Только Кровь Иисуса Христа Праведность Как они говорят Праведность Христа Меня покрывающая Благодатью Вот это все Покрывающими грехи Спасен По вере Все у них Вот это Это все Разные слова Об одном и том Жене Все говорят Поэтому отложим Всякую гордость И самомнение И возложим Свою надежду На милость И любовь Жениха Я вам уже Сколько раз Показывал У протестанта Все просто Все возложить На Бога В том числе И все мои проблемы Все И в том числе Докатились А с этого И грехи Все на его спинку Он все выдержит Он вместе С своим крестом И мы все Туда запрыгнем Он несет Свой крест А мы все Он несет Все грехи мира И мы все К нему туда На спинку На крестик Присядем Он то несет Он же любит Свою невесту А он будет Нести крестное К своей невесте И вникнем В писание На протяжении Четырех выпусков Вот он говорит Что на протяжении Четырех выпусков Это как бы Первый у него был И да поможет нам Господь Во свете его слов Увидеть приближающий Свет Его прихода За своими Вот он утверждает Сейчас мы Еще раз Разберем По поводу О чем он говорит Тот лагерь В принципе Я ближе к таким Конечно Там тоже Может быть Каша Но действительно Его оппонент Он тоже из протестантизма Он сам говорил Да Сейчас меня закидает Кто-то опять Такие как я А такие как я Которые проповедуют Истинное учение Иисуса Христа Потому что Иисус говорил Что каждый должен Достигнуть совершенства В жертвенной любви Что каждый Берет свой крест И следует за мной Что слушающие меня И не исполняющих Слов моих Подобен человеку Неразумному Построил дом Свой на песке А я говорю вам Любите врагов ваших А я говорю Люби ближнего Который тебе попался На дороге жизни Как самого себя А я говорю Люби правильно Ближних Родных своих Не поблажаем Во всех пороках Наоборот Обличай их Это очень важно Естественно Иисус Причем Вот это очистительное испытание Церкви огнем Вы знаете фразу Иисуса Причем Если вы Знаете Не знаете Я вам напомню Когда он говорит Как огонь пришел Я низвести на землю И как я хотел Чтобы он возгорелся Контексты этого Вырванного стиха Который он сейчас произнес Когда он говорит О своих страданиях И как он хотел бы Чтобы этот огонь Жертвенной любви Любви даже к врагам Когда на тебя нападают Пусть даже расисты Это я сейчас украинцам Говорю Которые Да Вы не отвечаете Злом на зло 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 Ничего не породит Ничего Оно добро не породит Зло Помноженное на зло Только умножает зло Злом Бензином Огонь не тушит Ничего Вы не измените Таким образом Рашисты Те же самые Естественно Которые идут Злом Злом Якобы Украинцы Русских Угнетали А мы идем Мы их То же самое К русским К ним К первым Уж простите За последовательность Я Просто Уж кто знает Я уже Больше 7 месяцев Рашистов Обличаю А украинцам Всего Разика 3 Наверное Тронул За последнюю Ну уже за последнюю Разика 3 То же самое Конечно Рашисты Это первые Хотя Украинцы Тогда еще Первее Тоже Да Действительно Ну хотят Этот Донбасс Отваливаться И пусть он Отваливается В России Хотела Чечня Отвалиться И пусть Она Отваливается Злом Зло Не побеждается Насильно Мил Не будешь Нет Вот Все Обратно Да пусть Идут Куда Хотят Нет Я Возьму К батареи Прикую Да Иисус Когда говорит Об огне Крещением Которым Говорит Я крещусь И как Там Люсь Пока Оно Совершится Это Там Все Его Одна Большая Речь Стихи Из Которые Я вам Напоминаю Он Говорит О каком Крещении Это огнем Он Был Уже Крещен И от Иоанна По плоти В реке Иордан И от Духа Святого Когда Из нее Вышел О каком Он Крещении Втором Говорит О крещении Когда Ты Действительно Совершаешь В этой Жизни Поступки Достойные Жертвенные Соответствующие Жертвенной Любви Что ты Достиг ее Поэтому У тебя И поступки Такие Ты И ты Поступаешь Как Иисус Это Очень важно Вот О чем Говорят И во времена Великой Скорби Вы знаете Буквально Недавно Я ролик Записал Свет Во тьме Ярче Светит Что сейчас Как раз Да Действительно Там Какие-то Страны Закрывают Все Для русских Как будто Все русские Одинаковые Все Рашисты Не все Рашисты Все Сразу О национальной Безопасности Переживают Все От разделения На нации Я Кстати Забыл В том Ролике Израиль Я там Буду Говорить Это Национализм Чистой Воды Такой Христианский Национализм Разделение Даже Церковь Христовых На Израиль И христианство Это Национализм Такой Великой скорби Люди Лучше Проявляются В таких Обстоятельствах Вся гниль Вылезет Говно Весь ад Вылезет Но и люди Просветятся Все святые Просияют Ярче Без скорбей Без страданий Ты никогда Себя Не познаешь Кто ты Есть На самом деле Легко Быть Другом За праздничным Столом Но друг Познается В беде Жертвенная Любовь Подразумевается В скорбях К тебе Или кому-то Ну к тебе По сути Пусть ты даже Ради кого-то Там жертвуешь Через Третьи Лица Это очень важно Протестантизму Не нужна Я уже Много раз говорю Сейчас мы К этому Приближаемся Сейчас мы С вами Еще последний Зачитывать Я уже Плавно К этому Перехожу Проблемы Протестантизма В отвержении Они песни Поют Что Бог Есть любовь Потому что Иисус Любит Свою невесту Но о том Что ты Его образ И подобие И ты Должен Стать Этой любовью О чем Иисус Говорил Он то Любовь Да Он любовь Он был Таким Всегда На небе Сотворил Этот мир А мы Мы то Стали Нелюбовью Мы то Попали Из рая И мы то Должны Из этого Рая Восстать Сами Причем Иисус Искупил Твои Грехи Будет Совершенство В этой Любви Тогда Да А это Что Я в принципе В первом Своем ролике Все сказал Я вот там Говорил об этом Знаете Более того Я говорю На протяжении Семи лет Уже на Ютубе Да Обо всем Об этом Об учении Иисуса Христа О любви О совершенстве В любви Благодаря Которому И попадаем В небесное Царство Этой любви Потому что Мы сами Эта любовь Именно потому Там полнота Этой любви От всех Изливаются Потому что Там все Любят И готовы Действительно Душу свою Отдать Ради этой Любви Жизнь свою Даже Чтобы доказать Жертвенную Любовь Какому Кто тебе Голову Рубит Поэтому Там Ты точно Никому Зла Не сделаешь Ты тут Готов Свою Голову Отдать Уж тем более Там Ты кому Вред Ты пальцем Никого Не тронешь В этом Надо Познать Себе И это Никакая Не гордость Вот Евгений Убивает В людях Вот это Вот Стремление Познание Себя О чем Говорил Иисус Выдавая Это За гордость Что ж Тогда Иисус Призывает Этого Людей Братья Нести Свой Крест И кто Говорит Идет За мной И не Несет Креста Сво Кто Свой Крест Вытянет Кто Вообще Крест Понесет Это Тяжело А это Не скорбь Не великая Скорбь А где Крест Там И распятие Ты Зачем Его Несешь Тебя На нем Распанут Протестантизм Полностью Отверг Учение Иисуса Христа О совершенстве Человека В любви Полностью Отверг Я об этом Все время Утверждаю Живой Пример Полностью Полностью Отверг Иисус Христа По плоти Они его Исповедуют Бог Любовь Песенки Поют Прославляют Его Я не Беру В частности Людей Я не знаю Кто Русским Бегущим Украинцам За границей Что-то делают Для них Хорошие люди Возможно Святые И они Возможно Находятся В этих Сектах Но это Не останавливает Того Чтобы Меня Не обличать Эти лживые Учения Потому что До кого-то Это не доходит До кого-то Потому что Бог Просто в сердце Стучится Обличает А там Сердце Как Иисус Скал В плодородной Почве Падают Эти Божьи Обличать Которые Мы не видим Каждый Человек Имеет Доступ К Богу И Бог К нему К его Сердце Эти люди Поступают Несмотря на то Что их там Пастырь Учит И что Они Все равно Да Я сколько Знаю Таких Случай Там Пастырь Запрещает Еду Варить Нищим Там Раздавать Они Все равно Это делают Да Они Не говорят Думаю Какой-то У нас Да Но они Ходят Их там Запугали Кто Там Оставит Собрание Свое А втихаря Там Готовят Все равно Кормят Там Нуждающихся Эти люди Да Туда Войдут Я же говорю Они Потому что Живут Как Павел Как язычник Который Не знает Христа Но живут По закону Сердца По закону Любви И исполняют Его Потому что Он в каждом Человеке Вот и все Но учения Мы видим Насколько Лживые И я Как и в том Виде И в этом Говорю К чему Человек Будет Стремиться Если У него даже Мысли к этому Нет Как он Исполнит Это В своей Жизни Все Нету Цели Этой Жизни Стать Как Иисус Иисус Сказал Тогда Светит Свет Ваш Не Мой Свет А Ваш Свет Чтобы Они Видели Ваши Добрые Дела А Тогда Прославили Меня Через Вас Они Увидят Бога Он То же Самое Говорил Им На Прощальном Ужне Когда Они Просили Показать Его Отца А Он Сказал Никого Я Вам Не Покажу Видевший Меня Видел Отца Видел Бога Сущность Которого Любовь Потому Что Я Творил Одни Добрые Дела Тогда Светит Свет Ваш Ваш Мне Сегодня Там Очередной Идиотский Комментарий Писали Какой Я Гордый Тщеславный Надо Славить Бога Ничего От Себя Себя Не Выпячивай Иисус Говорит Ваш Свет Ваш Не Рассказывай Всем Ходить Как Иисус Исцелял Кормил Добрые Дела Сам Делай Тогда Светит Свет Ваш Чтобы Видели Ваши Добрые Дела Свет Иисус Параллелизмом Говорит Свет И Добрые Дела Это Есть Одно И Тоже Символ Прямая Речь Христа Ваш А Через Него Увидят Бог Увидят Христа Вы Несите Крест Когда Вас Будут Плевать Когда Вас Будут Сажать Убивать Взрывать Ваши Дома Насиловать Грабить Убивать Мародер Обличайте Но Не Отвечайте Злом На Злом Не Убивайте Мародеров Будут К стене Стоять Стрелять Скажите Слово Истины Да Господи Прости Мне Ведут Что Творят Поступи Как Христос Я Никогда Небудь Прочитав Евангелие Узнает И Христа И узнает Что это Реально Что это Не Байка Евангельская Что Это Возможно Так Поступить Обычному Простому Человеку Который На самом Деле Бог Потому Что Создан По Образу И Подобию Бога И Это Не Сложно Если Ты Признаешь Вечную Жизнь Свободу И Любовь Чего Теб Бояться Поставили К Стенке Это Я познал Любовь Во Христе Увидел И так же Поступаю Какая тут Гордость Вот Евгений Он не понимает Какую тьму Он несет В умы Человеческие Это никакая Не гордость Это Любовь То что Я Великую Скорбь А где Кому Кто Нуждается Во спасении Праведники Иисус говорил Нет Праведники Вот эти Они не имеют Грешники А в великую Скорбь Вот эти Вот А сейчас Я живу На территории России Сам являясь Русскоговорящим Кому нужны Кому нужна Моя проповедь Кому Кто в мире Там день живет И согласие Мне куда надо В Швейцарию Ехать Где мир Покой Все хорошо Туда мне надо Бежать От великой скорби Сейчас Которая В Рашистской Федерации Творится Мне предлагают Уехать Два предложения У меня есть За границу Уехать Я не уезжаю И не поеду Я здесь Нужен Я нужен Рашистам Потому что Больные имеют Нужду Во врачи И грешники В покаянии Нужду имеют Они праведники Я не бегу Да мне будет плохо Меня опасают И забьют Может черенок В жопу засунут Посмотрите Что они творят А я готовлюсь А я молюсь Как в Гессиманском саду Да мне страшно Да я ужасаюсь Я думаю Кому это приятно Думаете мне охота Чтобы мне Всю машину разбили Весь дом Сожгли Который я Собственными руками Делаю И второго Которого у меня не будет Потому что Это Да Как говорится Наследство Небольшое прилетело Все Но я все делаю Своими руками И больше у меня Этого не будет Мне думаете Хочется здоровье потерять И потом еще До конца жизни В тюрьме гнить Вы думаете Мне этого хочется Нет Но я люблю людей Я хочу их Их покаяние Я хочу Чтобы я не один Вошел В это небесное царство Это гордость Это называется гордость Нет Это называется любовь Это любовь Меня распирает От нее Я хочу Чтобы все люди покались Чтобы все были счастливы И я хочу Ради этого что-то сделать Меня прет на дела В отличие от протестантов Потому что я люблю Любовь Сущность Глагол делать Любить И я делаю Я свою любовь проявляю Я говорю Записываю Проповедую В жизни что-то делаю Руками Ногами Да кого физически Кто Как Иисус сказал Притча ближнего На пути моей жизни Физически встречается Или вот Виртуально В сообщениях В посланиях В письмах Это гордостью названо Я вот читаю это Я ужасаюсь Я ужасаюсь просто Чему учит протестантизм Чему Целыми днями Эти проповеди О спасении По вере Вы включите их Не проповеди Спасен по вере И десятины Нет ничего больше Сейчас мы к каналу Евгения вернемся Да нет Давайте уже Время Пришло к нему Перейти Я вам уже показал Но кое-что не сказал Да еще раз Мы отматываем Вот 9 месяцев назад Перейдите на его канал Я быстро Пролистаю Не буду вам все это фиксировать Чтобы вы с экрана смотрели Может на канал же Перейдете Посмотрите Вы найдите Хотя бы хоть один ролик Вот я говорю Я вот обличаю Женю С какой целью Чтобы он просто В ад пошел Нет Да чтобы он покаялся Он хороший проповедник У него поставленный Голос Речь Он бы много добра Мог принести А на что направлено его Что в этих проповедях Вы хоть одну Хоть одну проповедь Найдете Я всем говорю Скиньте мне проповедь Протестанта О жертвенной любви Или хоть какой-нибудь любви Хоть в названии Чтобы было Более того Мне раскидывали Я слушаю И я диву даюсь Говорю Ты сам слушал Нет Он там мне просто Из поиска Я говорю Из поиска Я и сам могу найти Я говорю Ты послушай О чем проповедь Я уж там не помню Конкретно Я помню Убедил его Так скажем Говорю Ты сам послушай О чем несет человек Проповедь назвал Как там вот был Так Я говорю И очередная Вот туфта Вот эта Вот Женя Девятый месяц Канал развился Есть хоть название В слове Любовь На значке Там видео Или в названии Чтобы его можно было найти Просто по значкам Ты не найдешь Есть что-нибудь о любви Нет У меня тоже Не каждый ролик о любви Потому что названия разные Вот я говорю Ток крайний ролик Я назвал там Тьма во тьме светит А на значке Друг познается в беде Но если вы его откроете Это как раз Полностью ролик Призывом Сейчас В эту тьму Светит Как раз любовью Любовью Светит тем Кого мы ненавидим Кто нам Не ненавидим А кто наш враг Да Мы как христиане Мы говорим Ну я не ненавижу Но ты его и не любишь Именно они Нуждаются сейчас В нашей любви Это не гладенье По головке Да Это обличение Если он голоден Как и Павел Говорил Иисус Накорми его Чтобы он не сдох Как раз наоборот Потому что он в ад пойдет Ты его накорми Ты жизнь Ты ему поддерживай На плаву И обличай его Будет убивать тебя Да Будет у тебя Как Иисус сказал Рубашку отнимать Отдай верхнюю одежду Заставит идти с ним Наручники налепит Иди два поприща Будет убивать Скажи Как Иисус Прости им Либо не ведают Что творят Вслух скажи Чтобы он это услышал Как сделал Иисус Поступи так же Он к этому тебя призывал Он сказал Я есть путь Истинной жизни Познать Отца Можно только через меня А я путь 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 по пути идут Это жизнь Деятельная жизнь Христианина По стопам Иисуса Фраза апостолов Павла и Петра Они прям так и выражались А мы идем По стопам его Где же тут стопы-то Я в том ролике В этом еще расскажу Где Для Иисуса Иисуса была Гефсиманская молитва И вся вот это вот Все что с ним творили После его ареста Великая скорбь И это скорбь В жизни каждого из нас Человека Он пишет Что кто ли может Это выдержать Иисус молился Да Пусть минует Да Мы не хотим этого Он показывал Что внутри человека Любого нормального Происходит И у него то же самое По его образу Подобие Сотворены Да Во мне тоже происходит Мне предлагают Я говорю Иисус был Богом Он сам сказал Никто не забирает Эту жизнь Никто не может Ее забрать Я сам отдаю ее Чтобы показать пример Да Мне делают Предложение уехать Я мазохист? Нет Я самоубийца? Как это говорят? Нет Я люблю Я буду здесь И буду проповедовать И в интернете Пусть от по всему миру И в частности Здесь по плоти На территории Рашистской Федерации А где нужны Где нужны врачи? И там где больные? Во время Великой Скорби Стоит гордость Попытки доказать Что человек способен Выдержать испытания Которые человеческая история Не знала ни до Ни после Великой Скорби Слушайте Вот Женя опять несет Какую-то чепуху просто Что типа вот Тот кто Решится остаться Так скажем Пусть даже у него есть выбор Так назовем Что действительно Тут Иисус говорит Ну вот хочешь Ну давай восхищайся Хочешь останется И вот тот кто останется Так мы подразумеваем Да Это человек Это попытка человека В гордости Доказать Что он способен Выдержать испытания Которые Человеческая история Не знала Ни после До Великой Скорби А грешники А Израиль Который он сказал Что будет все это время Испытывать Да А они гордые будут Когда Или да Или как Для них это будет Гордость Попытки что-то Богу доказать Да А все грешники Которые А что во время Великой Скорби Ни один грешник Не покается Видя что будет Происходить Кругом Кругом с людьми Эти войны Бойни Эпидемии Никто не будет Проявлять Любовь Добро Жертвенность Какая чепуха Мы переходим К четвертую Вот он говорит В следующем выпуске О котором мы с вами будем говорить Если Богу будет угодно Я приведу 28 аргументов В пользу До великоскорбного Учения церкви Для тех Кто верит На основании Писания Что церковь Будет избавлена От самого ужасного Испытания Израиля То есть Израиль Не в гордости Будет Богу Что-то доказывать Да Или себе А церковь Ничего не должна Я говорю Это лживое учение Что Иисус Все сделал за тебя Лживое Лживое Дьявольское учение Поразившее Так называемых Христиан Католиков С протестантами С православными Когда появился протестантизм Это лживое Дьявольское Отвратительное учение Отнявшее Так называемых Христиан Которые хотя бы Стремятся К истине Конечно Отнять ни у кого Ничего невозможно Бог все равно Стучит в его сердце Кого надо приведет Но к сожалению Многие ведутся на это Дьявол обольщает Вот через эти вещи Через таких людей Израиль И оставших Живущих на земле Язычников Эти аргументы Послужат Вот все что он говорит Он там будет Приводить за То есть эти аргументы Послужат Ободрением в труде Вот что он Под трудом Подразумевает Вы помните Что в том ролике Я опять В предыдущем Своем В первом своем Ролике Я вот Олегу И всем я говорил Что вот эта Теплая ванночка В которой у вас Вот такие Лжеучения Лжеучителя В частности Евгений Пытается погрузить Ничего вам не даст Вы не жаждете Этого Вы не жаждете Любви А если вы не жаждете Нет вас ее Нет вас ее Человек который любит Его другой будет отрывать За шкибот тянуть А он будет все равно Пытаться что-то сделать Там с человеком Вот на его там Может кровью обливается Другой будет его оттаскивать Как мать оттаскивают Или родители Любого там Жертвенного Человека Который там в огне Еще кто-то в пожар Она будет все равно Бросаться туда Потому что она любит Ее будет семеро держать А она будет туда Бежать В надежде все равно спасти Может уже надежды нет Человек который любит У него все меркнет в глазу Чего мне до этих Израиля До язычников Мы все восхитимся Бухать там Отдыхать Теплая ванночка Со Христом Царство Небесное А тут пусть Гнев Божий будет изливаться Евгений тоже употребляет Эти фразы Вы не знаете характер Бога Имя Там вот это все Свойства Да Это он не знает Бог есть абсолютная любовь Бог не хочет Смертью грешника Все эти суды Божьи Как во всем Ветхом Завете Написано От лица Божьи Только языком Недалеких людей В Библии написано Далеко недалекими Простите за тавтологичность Людьми Все зло Богу приписали Все что будет твориться Будет твориться Из-за дел человеческих Все эти язвы Там Загрязнения Это все Потому что люди сейчас Развяжут там Войну атомную Ядерную Химическую Мы сами будем Все это делать с природой Это не чаши Божьи Будет изливаться Это будет следствие Адских Злых дел Человеческих В реальности Проявляемых Вот и все Но написано все Бог плохой А все хорошие Бог чаши гнева Изливает Да мы сами Все это будем Прождать Сами Своими собственными Руками Ну мы Грешники Я конечно в этом Понятно не участвую Я буду на другой стороне Но Жень утверждает Что Вот это вот все Все эти аргументы Которые он приведет Если ты примешь Учение о восхищении До великоскорбном Восхищении Церкви К своему жениху Любимому Тебе до лампочки Что тут Миллионы грешников В аду будет гореть И конечно Ты вот так ему поставишь Просто скажешь Да нет Нет Это как Спрашиваешь расисты Ну а как же там Украинцы Ну да Ну что Ну что А расисты гибнут Ну что ж Они вот так А военные Ну он же там Подписал Он же сам Никому Никого дела нет Что Вот это все Если ты примешь Это лживое учение О великоскорбном Вознесении Церкви Это послужит Ободрением В труде Что вот эти фразы Подразумевают Укреплением В вере Утешением В испытании В каких-то Да Если тебя Все не тронет Да И утверждением В радостной надежде Скорой встречи С небесным женихом Да нормальный Христианин Нормальный человек И так знает Что время его придет Он может сейчас Встретиться Без всякого Я это Вот в первом видео Говорил У нас у каждого Своё восхищение Личное Без всего Вот этого Общего Сегодня тюкнет По голове Тромбик отвалился И ты уже Восхитился К своему жениху Всё Делов-то Разве об этом Должен думать Целыми днями Христианин Где Иисус Говорил О бодрствовании Которое Евгений Как бы Тоже Призывает Только Что это Такое Я не зря Как видите Своим текстом Пометил Очень часто Трудом Божьим Называют Человеческим Ради Бога Это что Я пощусь Я молюсь Писание Почитать Песенки Хвалебные Попеть Я вот Се Как бы Задал О чём Речь В каком Ободрении Труде Да Бодрствуйте Когда Иисус Говорил Иисус Говорил О любви Бодрствуйте Ближнему Сотворившим Не сотворил Об этом Переживать Приисполнился Ли ты Любви Какого Уровня Святости Ты достиг 30 60 Или 100 Я так опишу А о возрастании До совершенства Любви Ни слова Чему угодно Тебя Это Научит Учение Но только Не о любви Ничего Человек Слово Вот заметьте Слово Нет Этого Любовь В тексте Слово Нет То есть Это учение Эти аргументы Что они Мне дадут Ничего Ноль Мне протестант Все время Ходит сказать Вы почитайте Почаще Все таки Первое Послание Богослов Что такое Познание Бога Что такое Имя Бога Бог Есть Любовь Что такое Пребывание В Боге Кто не Любит Тот не Познал Бога Потому что Бог Есть Любовь Пребывающий В любви Пребывает В Боге И он В нем Любовь Божию Мы познали В том Что Иисус Положил Свою душу За нас И мы Что он Говорит Уверовали В нее В любовь Я уверовал Уверовал То есть Принял Полюбил Любовь Как Павел Пишет Я полюбил Я влюбился В любовь Это автологично Здесь я даже Не извиняюсь Это именно То Что действительно Человека Доводит Потом В жизни До этого Если ты Полюбил Любовь Сял на словах Принял Это Ты влюбился В любовь Любовь Это прекрасно Ты счастлив Когда ты любишь И когда любит Тебя Цель Твоей жизни Стать Богом Любовью Стать Совершенным В любви Ну и дальше Он уже Хахмит Там Юродствует Для тех же Кто готовится Пройти Бедственное Время Иакова Вместе С Израилем Запасаясь Едой Водой И лекарствами Я не буду Сегодня обсуждать Вот это Кто там Заботится Не заботится Это не Сегодняшний Ролик Он по сути Хахмит Да Поэтому Я оставлю Это Не буду Разбирать Даже Пройти Иакова Вместе С Израилем Запасаясь Едой Водой Лекарствами Эти аргументы Послужат Еще одной Проверкой Переписанием Ваших Убеждений На прочность До того Как Настоящее Испытание Обрушится На ваши Бедные Головы Да Знаете Это Даже По этим Его Сообщениям Человек Заботится Только О себе Это я вам Сразу скажу Как бы вам Не казалось Что О чем-то Все Обо мне Любимо Меня Укоряет В каком-то Чеславии Я говорю Смешно Послушайте Мои речи Посмотрите На мою жизнь Хоть как Как вы можете Посмотреть Хотя Я Приглашаю Очень часто Даже К себе Правда Особо Жить Негде Ну так Да Делать Не В Воспытаниях Если Я Просто Как Я Всем Говорю Конечно Бессмысленные Страдания Они Никому Не Нужны Это Ежу Понятно Никто Не Хочет Страдать В той же Книге Откровение Написано Что И печати Будет Начала Рабам Своим Поставлено Это Не Только Израилю Это Всем Люди Сколько Добрых Людей Которых Христа Знать Не Знать Апостол Павел Писал По Плоти Но По Духу Соответствует Ему И Будут Там Где Он Это Этим Людям Тоже Будет Печать Начало Поставлено Печать Бога Живого Как Написано При той же Сам Печати И Не Коснется Их Там Как Написано Вредить Не Будет От Чего Ты Бог Будет Уберегать Сам Вспоминал Мы С вами Ну С Иисусом У них Все Понятно Ему Надо Было Жертву Принести Кому Принести Жертву Дьяволу Что Богу Отцу Какому Отцу Нужна Эта Жертва У меня О жертве Христовой Знаете Все Есть Я Сегодня Даже Спыляться Не Буду Если Кто-то Меня Протестант Слушает У него Глаза На Лоб Лезут Посмотрите Мои Ролики Плейлист Есть О жертве Христовой Вот Об этой Скупительной В какую Чушь Вы Верите Мой Сосед Убил Жену Но Я Его Прощаю Убив Своего Сына Какое Это Отношение Какой Сосед И Убийство Моего Сына Как Повлияет На Соседа Который Убил Свою Жену Это Что За Чушь Головы Как Говорится По Вере Вашей Да Будет Вам Если Кто Не Понял Это Горькая Ирония А Если Говорит Серьезно То Независимо От Того Во Что Вы Верите Если Вы Христовы Да Нет Это Зависит Но Тут Конечно Я Не буду Уж Прям Извращать Я Понимаю Чем Он Говорит Независимо Во Что Вы Верите В Доскорбное Воскресение Во Время Скорбное Вознесение Или После Воскресение Если Вы Христовы Вот Мне Как Протестант Что Им В Думе Ну Я Что Я Принял Христа Крестился Молился Постился По Субботам Ходил По Воскресениям В Капище Я Почему Тут Видите Как Всегда Вопросиками И Серыми Текстами Своими Отделяющими Текст По Вере Или По Любви Если Ты Христов По Любви Если Ты Приваешь Вере То Ты Не Христов То Как Бы Вы Не Цеплялись За Возможность Доказать Господу Свою Прочность Господь Кстати Все О Вас Знает И Ему Не Нужно Ничего Себе Доказывать Вот Эти Лживые Ловушки Они Постоянно В Лживых Учениях Богу Ничего Доказывать Действительно Не Надо Когда Он Так Скажем Как Это Описано В Библии Ветхом Завете Якобы Сказал Аврааму Пойди Принеси Мне Сына В жертву Богу Ничего Доказывать Не Надо Было Это Авраам Себя Познавал А Не Богу Он Не Принял Эту Жертву Ему Не Нужна Была Эта Жертву Авраам Себя Познавал Себя И Бога Везде Кругом Считалось Что Человеческое Жертвоприношение Тем Более Своего Детей Считалось Высшая Степень Поклонения Богу А он Говорит Я не Такой Мне Это Не Надо Я Любовь И Ты Должен Стать Таким Же А ты Идиот Я Тебе Якобы Сказал Как И Всем Кому Там Человечество Придумало И Ты Несешь Собственного Сына Убивать Ты Идиот Он Говорит Я Не Такой Богу Нам Не Надо Познавать И Другим Даем Познание Истинной Любви Когда Мы Любим Когда Мы Творим Добро Дела Любви Конечно Не Искусственно Они Протестанты Все Извращают Как будто Ты кому-то Доказываешь Когда Ты Любишь Ты Никому Ничего Не Доказываешь Любовь Бескорыстна Ты Просто Любишь Ты Делаешь Это Потому Что Ты Любишь Все У них С подковыркой А Что Сдел Себя Выпечил Иисус сказал Тогда Светит Свет Ваш Вот И Все Ты Просто Живешь Этой Нормальной Естественной Любвеобильной Жизнью Для тебя Это Просто Норма И Ты Не Прячешься Потому Что Ты Понимаешь Что Это Норма И Другим Ты Должен Светить Как Иисус Сказал Вот И Все Ты Можешь Конечно Возгордиться Да Это Плохо Если Друг Тебя Не Туда Унесет Возноситься Ну Вернее Гордость Это Значит Возноситься Славиться Значит Желать Све Славы Кто Любит Он Не Требует Себе Поклонения Ему Это Не Надо Кто Любит Он Никого Не Принижает Даже Своим Добрым Делом Даже Порой Неудобно Когда Он Делает Потому Что Он Действительно Понимает Что Раз Он Делает У Него Что То Есть А Того Нет Или Я Тебе Помогаю Даже Неловко Чувствовать Что Потому Что Ты Есть У Тебя Там Дом Машина А У Куска Хлеба Нет Что Я Помог А Он Мне Спасибо Говорит А Я Ему Два Рубля Подал Человек Наоборот Чувство Возникает Да Что Он Мало Сделал Кому Тут Что Какому Богу Доказывать Человек Когда Любит Он Никому Ничего Кто Пришел Это Познание Истины А знаете Почему Они Об этом Говорят Вот Заметь Что Я Говорю Иисус Сказал Узнает Человек По Плодам И Делам Это В Них Как Раз Живет Он Не Дошел До Этой Полноты Любви Он Бо Не Говорил Об Этому Не Говорил Бо Вот Этой Чуши Человек Который Любит По Настоящему Не Гордится Павел Говорит Любовь Она Не Гордится Не Завидует Не Ищет Своего Не Превозносится Ты Когда Любишь Этого Нет А Если Это Есть Значит Ты Не Любишь Значит Ты По Каким Другим Причинам Это Делал Действительно Что Кто Увидел Там Или Еще Значит Там И Не Любовь Там Выгода Там Что Человек Да Внешне Он Так Делает Но Просто Внешне Но Мы Узнаем Спрашиваем У Человека Видим По Другим Поступкам Да Если Мы Узнаем Что Это Миллионер Якобы На Дома Детский Жертв Узнаем Что Он Оказывается Депутат И Бабушек Воровывает Там Бюджет И Пиля Мы Понимаем Что Никакая Не Любовь В Дома Он Жертвует Причем Десятую Часть От Что Ворует Вот Именно Для Своего Внешнего Имиджа Когда Ты Узнаешь Что Он Ворует Человек Свят Во Всем Вы По Другим Поступкам Можете Понимать Вот Это Правда Или Нет Он Свят Во Всем Если Они Кричат Я Люблю Я Любовь Познал И Он Трупажор Животных Убивает Скотобой Не Проповедует Нет В нем Никакой Любви Он Может Сколько Угодно Песен Петь Что Он Христов Нет Никакой Любви В этом Человеке Его Дела Обличают Перерезать Глотку Беззащитному Животному Или Оплатить Это Убийство Нет В тебе Никакой Любви Ты Можешь Чего Угодно Кому Угодно Рассказывать Богу Ты Как Раз Можешь Сколько Угодно Оказывать По Воскресеньям Слава Тебе Я Так Люблю Тебя Ты Жених И Не будешь Никуда Вознесен Будешь В этой Скорбе Как Действительно Пить Чаши Гнева Будешь Ужас Видеть К тебе Все Будет Применяться Потому Все Тебе Прилетит То Как бы Вы Не цеплялись Давайте Еще раз Если Говорить Серьезно То Независимо От того Во что Вы Верите Если Вы Христовы Да Я Уже Много Сказал По Этому Так Как Вы Не цеплялись За возможность Доказать Господу Свою Прочность Господь Кстати Все О вас Знает Ему Не нужно Ничего себе Доказывать И Пойти Через Такие Испытания Которые Вы Считаете Очищающим Огнем То У Господа Достаточно Силы Чтобы Оторвать Вас От Земли Не Обращая Внимания На Ваше Богословие Во-первых Еще Рас Скажу Конечно Я могу Понять Евгения Знаете Как Я понимаю Прекрасно Знаете Грешников Язычников Даже Не грешников А он Язычников Говорят Да Он Не христианин Но Святой Человек Добрый И он Не принимает Христа По плоти Потому что Слышит Вот такую Блевотину Какую Нибудь О Христе Что Там Или О христианах Что Надо Через Булка Божества Поедай Его Кровь И плоть В виде Хлебушка И вина Ты Вдруг Богу Приобщаешься Ходить Куда Молиться Спаститься Дурью Этой Заниматься Я просто Живу В любви В добре В этом мире Никому Не делаю Зла Сколько Могу Делаю Добра Ему Вот это Он Видит Вот эту Чушь Да Бармотание На иных Языках И там Чего Только Какой Нету Только Чуть Не Выразился Да Эти Спасутся Эти Не Спасутся Бог Этих На вечной Мухи Он Говорит Мне такой Бог Христос Не нужен И правильно Здесь То же самое Может конечно Евгений Говорит о тех Кто там Считает Что Именно Просто За то Что он Там Попадет Под чаши Гнева Что ли От его Очистят Нет Что В смысле Там От ядерного Этого Бомб Которые Сейчас Полетят На все Головы Мира Там Будет Кожа Живьем Слазить Ты От этого Что Спасаешься Этим Ты Не Спасаешься Конечно Но В эти Темные Времена Да Будет Куча Нуждающихся Вокруг Нас Куча Да И Даже Терпя Это То Что С тебя Кожа Слазит Благодаря Этой Бомбе В кавычках Благодаря Ведь Ее Пустил Грешник По сути В тебя И Ты Не Ропща Просто Принимаешь Это Может Там Подыхаешь В этом Ядерном Пепле Сразу Или Через Несколько Дней Да Ты Являешь То же Сам Какая Разница Прямо Тебе Знаете Вот Все Настолько Узкое Мышление Что Христа Прибивали Прям Гвоздями К Христу К Христу Все Значит Все Должны Прям Этим Путем Пройти Вот Только Прям Несешь Крест Хотя В современном мире Мы с вами Живем Как я говорю 3 Сентября Октября 2022 Года Вот Я пишу Этот Ролик У нас Цивилизованный мир Будет Говорю У тебя не Гвозди В руки Ноги Вбивать А ядерной Бочонок На голову Скидывать Да Очень гуманно Конечно Очень цивилизованно И развито Да Это Любовь Потому что Ты не ждал Этого Ты не хотел Этого Ты пытался Светить Другим Грешникам Но ты Здесь живешь Чтобы Светить Да Это Прилетело На голову И ты Не проклинаешь Их Все равно С какой бы Страны Она Не прилетела С Америки Ты Желаешь Их Покаяния Если Гру Тебя Не сгорел В этом Пепле Будешь Помахать Кто Вокруг Тебя Кто Вот Так Вот Страдает Вот О чем Речь А не Просто Что Там Тебе Прилетело На голову И тут Очищаешься Многие Есть Кому Уже Не Надо Очищаться Кто Как Иисус Достиг Совершенства Любви Он Его Лишь Являет Своими Внутренность Потом Наружка Су Сказал Как Внешность Очисти Если Внутренность Полна Грязи Сначала Очисти Внутренность Свою Потом И внешне Будет Сначала Ты Внутри Преображаешься Своими Мыслями Желаниями И Все Это Проявляется В твоей Жизни Чтобы В твоей Жизни Проявилась Жертвенная Любовь Нужно Внутри Это Принять Принять Что Я готов К этому Я буду Страдать Обратить Грешников Злодеев К добру Каким образом Можно Только Так Он Слов Уже Не Понимает За Слово Тебе Прилетит Будешь Без Зубы Ходить Достаточно Ну и Еще Его Пройти Через Такие Испытания Которые Считаете То Господа Достаточно Силы Чтобы Оторвать Вас От земли Не Обращая Внимания На Ваше Богословие Тут Я Знаете Я Хочу Да В эту Мысль Можно Вложить И Правильные Вещи Но Я Что-то Под Контекст Евгений Явно Не Вкладывает Это О том Что Действительно Все Наши Споры Знаете Среди Христиан Даже О Какой То Ерунь Да Как Я Говорю Сколько Не Говори Про Эти Иконки Еще Что То Есть Вещи Носить Платочек Или Нет Вопрос Что За Этим Стоит Это Очень Важно Но Есть Действительно Какие Споры Знаете Как Бутерброд Мазать Как Говорят Сверху Или Снизу Малиновым Повидлом Действительно Споры Ни О чем Таких Христиан Конечно Бог Оторвет Не важно О чем Мы тут Спорили Но Тут По Контексту Жени Речь Не о том Как Какой Стараной У Бутерброда Повидлом Масло Мазать Его Речь Идет О чем О серьезных Вещах Как Ты Веришь Так Ты Живешь Поэтому Это Твое Богословие Которое Я не Я Все Христос Взял Мне Ничего Не надо О совершенстве Любви Я не Помышляю Ничего Тебе Бог Не Оторвет Ни От Какой Земли Ты От Ни Не Оторвешься Потому Что Ты Грешник Яков Так И Называл Верующие Бесы И Бесы Веруют И Трепещут Что Толку То И Веруют И Знают По Плоти Бога Не Знают По Духу Как Она Говорила Потому Что Познавший Не Любящий Не Знает Бога Кто Любит Тот Познал Бога Потому Что Бог Есть Любовь Кто Любит Где Хоть Раз Слово Два Ролика Там Больше 15 Минут Где Хоть Одно Слово Про Любовь Про Доброту Где У 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 Он Может ЛИ Сотворить Камень Который Сам Не Может Поднять Если Он Сам Сотворил Не Мож Поднять То Он Не Всемогущий Всемогущий Бог И Может ЛИ Сотворить Камень Который Сам Не Может Поднять Такая Ловушка Была Как Говорят Еще В Древности Вроде Из Древних Времен Все Еще Идет Ответ Очень Простой Я Помню Ролик записал этот камень есть да бог создал такой камень который бог всемогущий создал такой камень который не может поднять это человек по свободой выбора по образу и подобию бога над богом никто не стоит он не боится ада и не заманивается раем вот он горит как бог это любовь не боится ада как вот эти вот протестанты да что там все будет нет и рай мы мужа не нужен тот кто при попознал состояние бога любовь он это делает просто так любовь действительно бескорыстно она делать не потому что она боится он там бежит кому-то помогать не потому что ему что-то за это будет он любит поэтому делает делает ближнему добро доставляем у радость вплоть до самопожертвования до бросается в огонь в горящий дом чтобы спасти человека воду в огонь куда угодно под пули под танк закрывает человека именно поэтому поэтому не может бог оторвать если в тебе нет любви он не можете оторвать ты сам вцепился в нее иисус сказал я свет пришел в мир но вы возлюбили тьму если нет в тебе любви ты не идешь к свету потому что иисус гадила ваши злые вот так вот вот такой вот ролик сколько опять на два часа как вы меня смотрят и слушать я не знаю вот этот такой называемый 5 5 пункт я оставлю на следующее видео как раз когда мы будем разбирать называться она будет кем уже сказал восхитить то же самое восхищение 28 уже доказательств для аргументов в пользу до великоскорбного восхищения церкви на встречу к своему жениху на сегодня у меня в этом видео глазами я назвал восхищение глазами протестанта в частности некоего евгений и денисенко он говорил в свободе слова я вам поговорил то же самое в свободе слова в следующее видео будем разбирать вот там стихи все вот я отдал аргументы знаете я давно как иисус я понял убедился том что что человеку доказать вы знаете иисус сказал такую прекрасную фразу который я хочу нами закончить сегодняшнее видео сказал кто вот как овечки слышат голос своего пастуха да ведь животные они привыкают к человеку узнают человеку вот как овечки слышат голос своего пастуха и идут за ним вот кто слышит мой голос и идет за ним тот и знает где истин да вот здесь то же самое мое дело только сказать выбирать конечно вам вот вы послушаете денисенко и знаете нет вот вот я оказал знаете когда меня укоряет в каком-то вот гордости превозношение вот этом тщеславие вы думаете я хочу на тоже не превознестись нет просто сегодня он не прав я вам в прошлом ролике говорил на примере олега который комментарий написал благодаря которым пишут видео вопрос просто истины сегодня да мы вместе все и же не пытается ко христу идти я не спорю да но он идет не туда боль то он идет против истины да я когда мы идем вроде казалось бы вместе хорошо только кто-то стал против истины я вот так становлюсь точнее он стал против истины а я-то иду вперед что я могу сделать это лживое учение это израиль с этим израилем национализм самый настоящий такой во христе вот будем разбирать своим тоже все это неужели так тяжело принять простую истину бог есть любовь пребывающий в любви пребывает в боге и бог в нем любящий познал бога не любящий не знает бог любящий не бога любящий бога познал бога я когда я она-то зачитываю так и смеюсь так как уголь юродствует тоже да или как он сарказничаю да там слова то можете сами подставить что же он богослов кто любит бога тут любит его на что за бред пребывающий в любви к богу пребывает в боге да ну конечно тогда уж точно кого можно в самолюбии в каком-то извращенном укорить тогда начинается она богослова пребывающий в любви ко всему его творению любит бога иисус сказал ближнему сотворил мне сотворил бог павел писал всячески во всем любя все его во всем его проявлений в этом в этом мироздании в природе в животных во всех людях мы его тогда и любим вот простой ответ всем пока и и и и и и и и и Продолжение следует...